Актуальная тема для Ямала это переселение из ветхого и аварийного жилья. Не так давно вы вручили ключи от новых квартир в микрорайоне Юганский. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах района, сколько домов сейчас строится для переселенцев и когда ближайшие новоселья. Это один из важных вопросов, стоящих сегодня на повестке. По итогам этого полугодия мы завершили исполнение указа президента страны о переселении из аварийного жилья граждан, чьи жилые дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. Начали расселять гораздо раньше. За прошлый год переселили более 3,5 тысяч квадратных метров жилья. В этом же году побили собственный рекорд. Это 4,5 тысячи квадратных метров расселенного жилья. Буквально две недели тому назад в торжественной обстановке вручили ключи уже настоящим жителям райцентра в доме по адресу улицы Уральская 33. Это 47 квартирного села. Дом полностью соответствует требованиям законодательства, обеспечен удобством для маломобильных групп населения. Это подогреваемый пол на первом этаже, это подогреваемая кровля для того, чтобы исключить образование наледи и сделать безопасным проживание и так далее. Продолжаем исполнение этой программы переселения. В этом году у нас идет строительство 7 многоквартирных домов по району. Это 8 тысяч квадратных метров жилых помещений. И в дальнейшем при расселении аварийных домов и образовании новых земельных участков также планируем строительство еще 10 тысяч квадратных метров жилых помещений для более чем 250 семей в районе. Помимо реализации в районе программы переселения, мы с учетом помощи, которую оказывает сегодня автономный округ, личный губернатор, ведем строительство специализированного жилья для того, чтобы обеспечивать жилыми помещениями специалистов, врачей, учителей, для того, чтобы обеспечивать маневренным жильем людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Ну и учитывая то, что в районе, в сельском районе большим спросом пользуется строительство индивидуального жилья при помощи автономного округа, в настоящее время проводим мероприятие по обеспечению инженерией 118 земельных участков, 75 из которых это многодетные семьи, для индивидуального жилищного строительства. Протяженность дорог и линии электропередач 3 километра 700 метров, достаточно длинные дороги, улица Сергея Карипанова и Юрия Афанасьева. То есть все сферы жильщного строительства в настоящее время, что называется, развиваются. В соцсетях очень много комментариев, что район преображается. Какие планы по благоустройству и может уже есть какие-то проекты будущих объектов, которые можно показать? Да, благоустройство, и это доказано уже учеными. Это не только улучшение качества жизни, это еще и улучшение удовлетворенности от этой жизни. Очень отрадно, что в результате действий федеральных и окружных программ сегодня есть возможность развивать благоустройство в сельских отдаленных населенных пунктах, чем мы и занимаемся. Ежегодно на территории района, благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда», появляются объекты комфортной городской среды через голосование населения, избрание территории, избрание локации и того, что на ней должно располагаться. Позапрошлый год мы обустроили зону отдыха в селе Горки, второй по численности у нас поселок в районе. В прошлом году обустроена была площадка детская, игровая и спортивная по улице Кедровой в южной части райцентра с красивым муралом, что тоже явилось новшеством для территории. В этом году, в результате голосования, произведенного в прошлом году населением, возводится зона отдыха около также недавно возведенного торгового центра Кедр в южной части районного центра. Ну и голосование, которое проведено в текущем году, оно дало возможность в следующем году заниматься обустройством уже полюбившимся нашими жителями парка под названием Юган-парк, с расположенной рядышком лыжной базой и смотровой площадкой. Планируется в следующем году строительство пешеходной тропы, а также спуска для катания на тюбингах и электроподъемника. То есть вот такие объекты комфортной городской среды у нас возводятся. Помимо этого, мы занимаемся обустройством территориальных зон для последующего размещения на них нестационарных торговых объектах, в чем особо нуждаются предприниматели, ну и граждане, собственно, тоже, поскольку улучшается цивилизованная торговля сельской местности. Обустроили две таких площадки. Первая у нас расположена в райцентре по улице Уральская, вторая такая площадка на территории Старого рынка по улице 50 лет Октября. До 1 октября текущего года планируем разместить уже на этой территории нестационарные торговые объекты, это и сфера услуг, это и торговля, предпринимательство. Спасибо большое губернатору, благодаря чему мы в этом году вместе с городами нашими ямальскими вошли в проект обустройства жилых зон, я сказал об общественных территориях жилых зон, которые называются «Мой двор». По этой программе в текущем году реконструируем два двора в селе Горки, два двора в районном центре селе Мужи. Помимо этого у нас ежегодно появляются объекты такого известного на Ямале проекта, как «Уютный Ямал». В этом году один проект уже реализован, это арки с надписью на трех языках, русском, хантейском и коми, преобладающие население Шурышкарского района. Добро пожаловать и счастливого пути, расположенные на лестнице, ведущей к причалу, то есть летним воротам в наш Шурышкарский район. И второй такой объект, это уже зимние наши ворота в наш райцентр, это тротуар с современным ограждением от аэропорта до центра поселка. Лето на Ямале короткое, поэтому нужно максимально быстро подготовить коммуникации к отопительному сезону. Какие работы сейчас ведутся в районе и какие ситуации и ошибки прошлых сезонов точно будут учтены в нынешнем? Большую работу провели в прошлом году, обеспечив наши поселки, в том числе небольшие, автономными дизель-генераторными установками. В прошлом году было закуплено таковых установок шесть. В этом году в продолжении этой большой работы закупаем и поставляем в поселки десять таких установок, четыре из них небольшие поселки и шесть такие большие, как Мужи, Горки и Лабхари. Кроме того, идет ремонт электросетей, это и строительство, и непосредственно ремонтные работы. Скажу лишь в пример в таком небольшом поселке, как Лабхари. У нас идет строительство сетей Лаб протяженностью около трех километров. Меняем дизельные, меняем, вернее, котлы на наших котельных угольных. Это три котла таких крупных поселков, как Мужи, Горки и Авгорд. Поэтому проведение всего этого комплекса работ еще более обеспечит качественное предоставление коммунальных услуг нашим гражданам и позволит нам не допустить каких-либо критических ситуаций. Недавно в Мужах открылся стадион. Скажите, местные спортсмены уже успели его обжить? И какие виды спорта особенно активно развиваются на территории района? В День России мы торжественно открыли наш самый крупный спортивный объект на территории нашего района. Спортивный стадион с футбольным полем. В целом площадь этого стадиона составляет свыше 6000 квадратных метров. Здесь помимо беговой дорожки, футбольного поля расположены такие локации, как большой теннис, волейбольная площадка, крытый тренировочный комплекс, трибуны. Причем все вот эти объекты, которые расположены на стадионе, они возникли только после того, когда обсуждались с населением. Население само голосовало за то, что здесь должно быть. Спасибо большое губернатору за финансовую помощь, поддержку этого проекта. Сегодня он пользуется большой популярностью у населения. Буквально с самого утра, начиная с шести часов, здесь жители ближайших домов проводят тренировки, пробежки утренние. До самого позднего вечера здесь происходят игры коллективные, волейбол, футбол. И мы надеемся, что с введением этого объекта у нас спортивная жизнь начнется на новом витке. Шурышкарский район всегда славился своими спортивными достижениями, спортивными нашими складами характера у людей. Не случайно уже несколько лет подряд район лидирует в региональном рейтинге ГТО. В прошлом году это первое место. И надеемся, что с такой инфраструктурой новой мы планку свою не снизим.